Всем привет, ребята! С вами, как всегда, был Спикман, и сегодня мы продолжим разбирать вселенную Скиби Девакс от такого ютубера, как Вирланс. Как вы знаете, мы закончили на 76-й серии, и сегодня мы продолжим разбирать эту вселенную. А начнём мы именно с 77-й серии. Ну и есть одна просьба. Подпишитесь на мой канал, ведь мы идём в цели 300 подписчиков. И мне будет очень приятно, если вы на меня подпишетесь. Седьмая серия начинается с того, что Тридиан Вумен убивает пару заражённых Спикеров. Но мы здесь видим Спикер Мэна, в котором торчит унитаз. Далее к нам подходят несколько зомби, но Спикер достаёт ганату и показывает лайк. Далее мы видим, что он забирает с собой нескольких зомби. Теперь отдадим пресс-эк этому Спикеру. Камер Крамран убегает, но от взрыва он падает. В том самое ненужное место, где его окружают зомби. И далее мы видим Скибери и Краманка. Здесь появляется зомби Спикер, который уносит нас далеко. Но Спикер уже хочет нас убить, но здесь появится Тридианец. А прилетает Тридианец, который стреляет от Спикера, а потом они соревнуются своими цветами. Начинает Спикер, но Тридианец такой смот, это говорит, что за хрень, на, подержи моё пиво. И убивает Спикера Крамранду. Далее мы видим, как Некаман замечает три солдата и готовится с ним сражаться. Восьмая серия начинается с того, что мы видим пару бегущих больших камераменов от армии зомби. Но мы тут видим, как телепортируется Тиви Вантус, а эту армию зомби уничтожает Тридианцы. Уживает, но его своей ногой раздавил Малиновый Тирмана Титана. Спикер Крамранд ранит ногу Тирмана Титана и тот падает. Далее мы видим, как Спикер Крамранд ранит телик и убивает Тирмана Титана. Убивает, да потому что мы видим, как Малиновый Тирмана Титана прекращает светиться ядову. И это значит, что он умер. И сейчас вы увидите, зачем Спикер Крамранд убил Малинового Тирмана Титана. Каманд уходит из своего тела и сейчас вы увидите второе заражение Малинового Тирмана Титана. Мы видим то, что на телевизоре появляется зеленая нога. Это значит, что телевизор под контролем Крамранда. Ну и сам Тирмана Титан под контролем Крамранда. И мы можем понять то, что Малиновый Тирмана Титан самый невезучий Титан из всех. Потому что его заразили целых два раза. Первый раз его заразил Фантом, а второй раз Кивили Никоманд. Эта серия начинается с надписи 30 дней спустя. И мы замечаем Тирмана Титана под контролем Крамранда, который успел улучшиться за это время. И посмотрим его улучшение. Во-первых, мы замечаем, что ядро стало намного сильнее. Мы видим еще два телевизора. И мы еще видим что-то рядом с его головой. Скорее всего, это такой же телевизор. И еще мы видим броню на его голове. Далее события переходят в камеру в штаб. Где большой камераман пожимает руку микрофону. Это первое появление расы микрофонменов. И это довольно важная раса для этой вселенной. У нее даже есть свой Титан. Мы видим первое появление микрофона Мэна Титана. 80 серия. Это первая серия проявления микрофона Мэна Титана в бою. С того, что пару скибедистов. Скибеди Луман находит мертвого микрофона Мэна, который прятался в машине. Ну а мы видим грусть скибеди Луман. Далее мы видим, как сюда прилетает микрофон Мэн Титан. И он ломает саму частную церковь скибедистю. Далее микрофон Мэн переходит в режим видения. То есть он может слышать звуки врагов. Здесь скибеди Луман очень пугается и пытается уйти от микрофона Мэна Титана. Но здесь она случайно наступает на шедевральную бутылку. И тут микрофон Мэн такой. О, привет! И запускает свои ракеты. Тем самым убивая скибеди Луман. Первая серия начинается с того, что сюда приезжает танк Мэн Романа, который пытается освободить Тимана Титана от заражения Никоманта. Ну и мы понимаем, что Никоманту абсолютно пофиг. И он уничтожает этот танк. Ртом кислоты. У Никоманта прилетает выстрел. Это оказывается Тридиан Вуман, которая нажимая кнопку на телеке вызывает тревогу. Тем самым выпуская Три Титана. То есть улучшенного Три Титана. Сейчас мы рассмотрим его улучшения. Здесь моя серия, а именно первая часть, начинается с того, что Никоманту уничтожает город. Но сюда прилетает Санар Титан. Я кулаками. Это был только первый раз, когда он умерял своими кулаками. В будущем вы увидите, что это станет его сфирменным приемом. Титан смеется и призывает скибеди вертолетов с какими-то штуками в глазу. Ну, скорее всего, это скибедиисты под контролем Никоманта. Далее мы видим, как Санар удаляет один из вертолетов, но его зажимают. Далее Никоман держит щупальцей Санара Титана. Сюда прилетает скибеди вертолет. Ну, мы видим, как Три Титан появляются на поле боя. И сразу же освобождает Санара Титана от вертолетов скибедиистов. Первый он швыряет. Второй пытается его убить. Но Три Титану пофиг. И он говорит, ты чё охренел? Ну, тут Санар Титан пытается сражаться. Далее Никоман просто смотрит за этим. Три Титан уничтожает вертолетов скибедиистов, давая ему очень много шапалахов. И дает самый последний. Далее второго он швыряет и решает отправить его за компашку. Ну, как говорится, чё в стороне стоять. Никоман поправляет свою челюсть и призывает очень сильного врага. Часть начинается с момента, когда сюда пришёл скибеди-изобретатель. Он бросает капсулы, из которых выходят маленькие скибедистики, а именно скибеди-паразиты. И они заражают камераманов. Здесь появляется Санар Титан и снова активирует режим видения. Изобретатель с Никоманом видит это, и скибеди-изобретатель выключает колонки, тем самым мешая Санар Титану ему режиму. Далее скибеди-изобретатель видит Три Титана, который подлетает к нему. Три Титан хочет броситься на скибеди-изобретателя, но тот активирует свои щиты, которые даже сам Три Титан не смог пробить. Далее мы видим Никоманта, который телепортируется куда-то. Ага, ладно, я пошутил. На самом деле он достаёт свой килл-ку. Ну или оружие. Ну или что-то. Ну или что-то. Ладно. Надеюсь, это была смешная шутка. Хе-хе-хе-хе-хе. Далее мы видим, как Три Титана кальция, но Никоманта удаляет супер-мега-пупер топором. Тем самым повреждая Три Титана и заставляя улететь Три Титана. Скибеди-изобретатель о чём-то общаются. И мы видим, что Санайк Титан тоже улетает куда подальше. Мы видим, как Три Титан снова прилетает на базу камерамэнов. Мы видим, как написано, активировать следующую команду. Это будет большой ошибкой камерамэнов. Большой камерамэн, который что-то писает на своём компьютере. И мы видим, что это включение полного потенциала. И это очень сильная ошибка. Далее вы увидите, почему. Но это произойдёт не очень-таки скоро. Видим, как большой камерамэн нажимает кнопку всё-таки дать Три Титану полный потенциал. Полный Три Титан видит, как вокруг него начинает крутиться красная нагля. И Три Титан превращается в красный цвет. Ну, то есть эволюционирует. Первый раз. И здесь появляются огромные клинки из его рук. Далее Три Титан с огромной скоростью улетает. Пятая серия начинается с того, что мы видим надпись «Skibidine Muralink TES-061». Сюда заходит большой спикермен с устройством, которое может заразить скибедиста. Оно и называется Muralink. Далее мы видим, как скибедист очень боится. Но большой камерамэн показывает лайк. Далее спикермен швыряет это устройство скибедиста. И скибедист становится за альянс. Это некое устройство, ну, скибедипаразита. Ну, скорее всего, скибедипаразиты работают более хуже. А это работает легче, потому что пока паразит залезет, а альянс просто может носить с собой такие штуки и просто заражать скибедистов. Большой спикермен показывает, ну, типа, привет. А скибедист махает головой. Далее Тиви Вуман хлопает. И камерамэн показывает на то, что база находится под атакой. А находится она под атакой скибедиста Никаманта и его прислушников. Скибедист Никаман со своими скибедистами чревлопами скинпачкамими трепотируются сюда и смотрят, анализируют местность. Тиви Вуман такая расстраивается, но мы видим Тридиан Вуман красной энергией. Скорее всего, все догадались, почему теперь телевизор у нее красный. Да потому что Тридиан ревоцинировал до красной стадии. И это логично, то что Тридианцы тоже стали красными. Но это логично. Минута логики, так сказать. Тридиан Вуман показывает на то, что надо выпустить Титана Синемамэна. Мы видим улучшенного Титана Тиви Вумана, ну или Синемамэна. Телепортируется прямо к Никаманту. Тридиан Телепортируется к Скибедисту Никаманту. Но Никаман только смеется ему в ответ. Далее он берет по руке свой мега топор. И собирается под ключом Тиви Вумана Титана. Но в конце серии Тиви Вуман Титан включает щит. Всю шестая серия начинается с битвы Никаманта и Тиви Вумана Титана. Тиви Вумана Титану даже получается повалить Никаманта. Но Никаман быстро удаляет Тиви Вумана Титана. Далее он использует свою кислоту. Но Тиви Вумана Титан защищается щитом. Далее Тиви Вумана Титан показывает смайдник. Ну типа ты реально думал меня убить? Далее он врубает белое освещение с колонками. Но пока он хотел убить Никаманта. Здесь появляется прислужник Никаманта. Который бросает Тиви Вумана Титана. Далее Никоман смеется и достается у персу первом мега топор Топор раскручивается с большой скоростью и кидает прямо Тима Титану Тима Титан уворачивается и смотрит такой Ничего это сейчас за дыма было Тима Титан подходит, а точнее в стиле пьяного мастера вырубает Скибеди Черепа Далее мы видим, как Тима Титан своим мечом отрубает руку Скибеди Никоману Но Никоман только лжет, потому что Никоман неубиваемый и мы это увидим дальше в сериях Но это был план Скибедиста Пока Тима Титан отвлекается на Никоманта, они тихо пробираются на базу камер, чтобы забрать тело Джиммана Далее Скибедист с колесом отрывает решетку и заходит на базу Скибедиста Спикермана, который заразил Скибедиста, убивают Давайте тоже дадим ему пресс-ф Эти Скибедисты врываются И видят зараженного туалета Они спрашивают, что ты здесь, черт возьми, делаешь? Они говорят, я зашел через другой вход Они говорят, ну типа если ты тут, ты знаешь, где находится тело Джиммана Он говорит, да, идите за мной Но сейчас вы увидите супер мега гигайки этого туалета Они заходят, но это оказывается трэш, 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 трэш Пальцы Скибеди со словами предатель! Его смывает Ти Би Вантуз Мэм, который показывает лайк А Скибедист кивает головой Ти Мальтитан убивает не команда, а Сазун Смальника Ну или почти убивает А сюда врываются, внимание, Тубзик Мэм Да, эту расу создал Скибеди, изобретатель Они пришли сюда на корабле Мэн такой смотрит и говорит, что это за хрень Но сюда телепортируется Ти Вантуз и агент от радиации Но здесь мы видим три титана Который резко маршрут перестроен И улетает на место сражения Сминейте 5, 7 эпизод начинается с того Что мы видим разобранного Джиммана Скорее всего Альянс хотел взять под контроль Джиммана и улучшать Даже мы видим, как они улучшают его Свидетели фактируют Сатири Вантуз И показывают на табличку Уничтожить объект И мы понимаем, что Альянс хочет уничтожить Джиммана Но сюда вовремя сбывается Туалет Мэм Мэгаман бежит, но его тупо раздавливает Туалет Мэм Чисто Туалет Мэм с размером Титана Видим, как он паркурит на своей пушке И хочет забрать Джиммана Далее он кидает что-то в свой туалет Но у него прилетает Вантуз Который запустил Тиви Вантуз И говорит, эээ, ну типа смотри в оба И взрывает Туалет Мэна Ну Туалет Мэн Титан показывает Ну типа изи И, ну а Туалет Мэны забирают тело Джиммана С 86 серии в этом сериале начались диалоги Так что сори, может быть неправильный перевод Но я буду переводить Ну, пытаться переводить Предатель будет говорить Если мы принесем это императору Он будет нами гордиться Некоманд кивает головой Далее мы видим, как Титан Тиви Мэн Разбирается с Туалет Мэнами Даже Туалет Мэны даются ему тяжело Потому что это еще те крысы В него стреляет Туалет Мэн Из специальной пушки Все небо начинает окудываться красный свет И сюда прилетает Трититан Ну тут и Каман говорит Уходи отсюда Ты нам очень сильно нужен Но Скибериза предатель не стал уходить Он решит Сразиться с Трититаном Далее Скибериза предатель говорит Дроны Возвращайтесь на корабль срочно Но корабль уничтожает Трититан Сианцы офигевают от такого И решают улететь отсюда Ну и не улететь Далее мы видим Трититана Которого переполняет энергия Туалетный изобретатель смотрит на это сухмылкой Но здесь мы видим, что Трититана Очень переполняет энергия И даже на телевизоре получает Написана надпись Не контролируй Мэн Это значит, что Трититан уже не контролирует свое тело У него очень много энергии И совсем скоро вы узнаете Почему это была очень сильная ошибка со стороны Альянса Титан просто смотрит И достает свой клинок Но он уже просто смог говорить Я не могу контролировать себя И смотрит на свои механические руки В 88-й серии начинается с того Что Скибеди изобретатель начинает уже переживать Он видит огромного Трититана Но Скибеди изобретатель надевает свою броню И достает щит И подлетает Трититану Но Трититан одним ударом Ломает щит Скибеди изобретателю Скибеди изобретатель пытается сопротивляться Но Треть Титан явно выигрывает в этой битве. Треть Титан достает свои пушки и стреляет с Кибериза предателя. Но Скибериза предатель защищается щитом и набрасывается на Треть Титана. И сейчас вы увидите, как с помощью Ума он даже смог повалить самого Треть Титана. Он сначала телепортируется, а потом телепортируется в место и сзади атакует Треть Титана, тем самым поваливая его. Треть Титан радостно смотрит на Треть Титана, но Треть Титан снова неконтролируемый и переходит в режим ярости. Он встает и мы видим, как просто у него очень много энергии. Он не знает, куда ее девать, свои клинки. И дальше вы увидите, что станет со Скибериза предателем. Треть Титан влетает нагло на скорости Скибериза предателя и происходит ба-бах. А мы видим, как Скибериза предатель уже еле встает. Но мы видим, как все его учрения пропали. И Треть Титан валит на землю Скибериза предателя. Скибериза предателю нет выбора. И он достает из своих колонок взрыв ядерной ракеты, которую он хранил. На случай экстренной ситуации Треть Титан улетает отсюда. И Скибериза предатель уничтожается. Далее мы видим Никомата, который смеется. И мы видим те лоджи-мена, которые они успешно доставили на базу Скибериза. Далее мы видим правую руку Императора. Можно понять, что это не сам Скибериза императора. Потому что у Скибериза императора оранжевый цвет, а у этого желтый. Это, якобы, прислужник Скибериза императора. И это все. Начинается с того, что мы видим, что это спикер Алан Кост. 13 милях от базы спикеров. Мы видим, как здесь летит спикер-витолет и спикер-колонка. Мы видим взрывные бочки. Сюда прилетает сломанная Скибериза колонка, которой убил Скибериза. Скибериза убается и стреляет ракетами прямо с спикеров, тем самым убивая их. Алан Кост хочет, что захватывает Скибериза. Но мы видим, как здесь сейчас появится сонарный титан. Ахаха, я снова пошутил. Появился не сонарный титан, а спикер. Ну чё, смешная шутка. Смейтесь. Спикер officially стреляет Скиберман Титан. Но Скиберман Титан ударяет ногой и стреляет пустым Скибериноймун. Далее Скибериза с какой-то микровозоговом стреляет Скиберман Титана. Да так, что Скикер отбрасывает. Но Скибер ударяет ногой и тем самым убивая этого Скибериста. Скиберман Титан, он тоже убивает. Мы видим первое появление Скибедикоша, первое и последнее, потому что сейчас кое-кто его завалит. Спикерман пытается понять, где находится Скибедиклич, но из-за быстрой скорости он не понимает, что происходит. Но сюда прилетается на Аганистан и включает режим слуха, тем самым понимая, куда сейчас прилетит Скибедиклич. Он атакует своими кулаками, тем самым застывая Скибедиклича. Скибедиклича, Скибедиклича, тем самым давая кулачок Скибедиклича. Останавливает Титан, дал кулачок так, чтобы бредного спикерманного Титана заболела ручкой. Скибедиклича показывает лайк. История начинается с того, что мы находимся на базе камер. В базу нападают Туалетмены, тем самым стреляя из своих супер-мега-пушек. Но агенты не стоят в стороне и стреляют Скибедиклича тем самым дротиком, и заражая ее на свою сторону. Эта Скибедиклича разбирается с Туалетменами. Видим, как Скибедивум что-то убивает. И это первое появление Чумного Доктора. Довольно важный персонаж для этой вселенной. Но в него стреляет Скибедиклича, говоря, о, привет, ты кто такой? Но Чумный Доктор не захотел отвечать и посылает маленьких Скибедистов. На вид это обычные Скибедисты, но на самом деле эти Скибедисты очень сильно подносрут Альянсу. У Доктора набрасывается Сонарный Титан. И он начинает избивать Чумного Доктора. Появляется Фантом. Наконец-то он появился. И он делает очень важную роль. Он заставляет остановиться Сонарного Титана. Но в это время Чумный Доктор посылает Скибедикли Паразита. И сейчас вы увидите, что произойдет с Сонарным Титаном. И тут Сонарный Титан заражается. Видим, что Сонарный Титан заразился и полностью наполнился зеленой энергией. Ох, из-за этого Скибеди Паразита Сонарного Титана очень долго не получится восстановить на свою сторону. Мы переносимся на базу Скибедистов. Здесь мы видим, как Скибеди Ученый, ну, Скибеди Ученый не тот самый, но очень сильно ученый, присоединяет детали к Джиману, пытаясь его оживить. Далее Скибеди Никаман с ученым кивает друг другу голову. Ну, типа, все классно. Но тут Никаман ударяет своим топором по Скибедию Ученому, тем самым дая себе новую руку. Но ему не понравился этот прикол. Но тут Скибеди Император, а точнее его левая рука, убивает этого ученого, посылая его куда подальше. Видим, что Император токивает головой. И мы видим, что с помощью его новой руки он может управлять такой способностью. И с помощью этой способности он смог оживить Джимана. Мы в конце видим то, что Джиман открывает свои глазки. В конце видим то, что Джиман открыл не обычные глазки, а зеленые глазки. Получается, он наполовину под контролем Никаманта. Скоро увидите. Стопик в серии начинается с того, что мы видим зараженного сценарного Титана. Спикер подходит к сценарному Титану и не понимает, почему. Сценарный Титан ударяет спикер Титана. И спикер Титан сразу понимает то, что сценарный Титан заражен. Спикер давит на микрофон своим звуком. Тем самым ослабляя сценарного Титана. Но сценарный Титан активирует свое ядро, отбрасывая спикер Титана. Как спикер качает головой. Ну, сценарный Титан снова использует прием с кулаками. Тем самым усиливая свои силы. Но мы видим то, что спикер показывает уходить немедленно. Титан сыграет из своих пушек, но спикер вовремя улетает. Мы видим событие от лица Титана Спикермена. Не знаю, как вам, но мне очень понравился этот момент. Далее спикер встречается с Тимоном Титаном, пожелая ему кучок. Жирать за спикера, потому что в этот раз его руки не будет очень больно. Теперь спикер подходит к воротам и замечает камерамена, которые здороваются с ним. Далее ворота открываются. И здесь мы увидим камерамена Титана. Точнее, улучшенного камерамена Титана. Они встречаются своими кучками и серия заканчивается. В второй серии мы видим, как большой микрофон Мэн, большой камерамен и большой спикер прячутся от Фантома с сонарным Титаном. Фантом не замечает этих троих. Сонарный Титан включает режим звука. Но большой камерамен показывает быть всем тихо и вызывает помощь камерамена Титана. Но он нажимает на панше так громко, что он палит всю контору. Фантом замечает этих троих ребят. И он уничтожает их с помощью гравитации. Да, жалко этих добряков. Мы видим, как сонарный Титан смотрит в сторону и видит улучшенного камерамена Титана. И в свое время он считался имбой. Далее Титан камерамен летает с сонарного Титана и достает свой бластер. Титан стреляет сонарного Титана, не давая ему встать. И камерамена Титан пытается достать паразита. Мы видим еще раз этого фантома, который заставляет остановиться Титана. Он пытается поймать фантома, но он останавливает его руки. Фантом смотрит и у нас появляются помехи. Но тут камерамена Титан сцеляет из своих пушек, заставляя фантома улететь. Но фантома была отвлекать камерамена Титана. И за это время сонарный Титан успел встать. Камерамена Титана достает свой имбой меч. А сонарный Титан использует фирменный прием с гваками. Мы видим надпись, что система нестабильна. Три Титан имбедитер Титана Тилмен. Три Титана нестабилен. Как-то Титан совсем уже не контролирует себя. И мы видим, что он какого-то черта ушел из земли. Далее мы видим его трансформацию в белый цвет. И теперь мы видим, что он не за Альянс и не за туалетом. В будущем вы увидите почему. Смотрит на себя. Похоже, он принял свой родной цвет. Белый. Может он раньше был белым? Да, да. Мы раньше видели то, что его родной цвет. Это фиолетовый. Третья стиль начинается с того, что Титана стоят в обычной позе. Титан камерамен злобно смотрит на сценарий. Сонарный Титан видит, как небо потихоньку превращается в белый оттенок. Но Сонарный Титан не обращает на него внимания и ведет своими клоками. Да так сильно, что отталкивает камерамена Титана. Камерамена Титана влевается на Сонарного Титана и атакует его ничем. Сонарный Титан вместе с камерамена Титана включают свое ядро, чтобы эпично послажаться. И это будет отсылка на кое-какую серию. Переносится к Титану. Он смотрит на свое тело и влевается прямо на землю. Камерамен достает свой Бастер, но видит, что сюда влевается Титан. И влевается с такой скоростью, что даже Астрому не могут соревноваться. Все сносится на своем пути. Камерамена Титан защищается мечлом, чтобы его не отнесло назад. А вот Сонарного Титана нет защиты, поэтому он падает. Телепортируется Никоман вместе с Джимоном. И потом сюда тоже придет. Договорит Никоману и Никоман смеется. Камерамена Титан смотрит на эту парочку, но они телепортируются. Титан остается здесь. Он стреляет из лазера, но Камерамена защищает своим щитом. Сюда приходит и Спикер Монтитан. Два Братана начинают сражаться с Джимоном. И ясное дело, что они побеждают его. Но Джимон, как всегда, сваливает отсюда. Тетя четвертая серия начинается с того, что мы видим надпись. Контроль над Титаном потерян, соединение потеряно. И мы видим того самого Камерамена, который это и сделал. Сейчас он по-настоящему сожалеет об этом. Мы видим какую-то бумажку, но, к сожалению, мы не увидели, что оно не написано. Камерамен берет эту бумажку и там написано «Косфизиализация». Он смотрит на эту бумагу и понимает. Здесь появляется Три Титан. Но сюда телепортируется Тимонтитан, который будет сражаться с Титаном. Три Титан встает и жутко достает свои мечи. Тимонтитан даже офигел от такого. И он хотел сравнить со своими когтями, но понимает, что его когти это еще цветочки. Даже щит Тимонтитану не особо помогает. Далее Три Титана просуется на Тимонтитана, но тот уворачивается и атакует своим мечом. Но это не наносит никакого урона. Тимонтитан падает и видит надпись. Мы потеряли контроль. Но тут Три Титан уже хочет убить Тимона. Но Тимонтитан телепортируется. Но Три Титан не дает это ему сделать. Тимонтитан нефиг его так отбрасывает. Три Титана достает свои грилья и с огромной скоростью телепортируется к Тимонту. Но тут ему отвлекают скибедисты. И говорят, посмотри, он на нашей стороне. Но их он тоже убивает. И вот доказательство того, что он не за Альянс и не за скибедистов. Мы видим сломанный экран Тимона Титана. Тимонтитан показывает душный смайльник и уже почти умирает. Но кто-то ломает экран Три Титана. Это оказывается Спикермен. Он достает второй нож и стреляет в одну из камер. Далее сюда вырывается Камераман Титан. И Спикермен Титан улетает с телом Тимона Титана. А Камераман берет на себя Три Титана. Пятая серия. И последняя на данный момент этого разбора. Начинается с того, что Три Титан достает нож из своего телека. Но их кидает Камераман Титан, но тот уволачивается. И он видит надпись. Честно говоря, я не увидел, что там написано. Так что если кто-то увидел это в комментариях, напишите в комментариях, что это за надпись. Камераман Титан улетает. И мы видим, что на земле какой-то синий оттенок. И здесь мы видим огромный спутник. Видим небольшой отряд Альянса. А именно Большой и Спикермен, Большой Камераман, Микрофон Мэн, Тилуман и Камераман. Мы видим, что Три Титан достает свои клинки. И они оба идут к ним навстречу. Три Титан бросает Камерамана Титана и отбрасывает его. Камераман Титан поправляет свою камеру. И мы напишем. И там написано надпись. Мы видим, что Камераман достает кнопку. И уже хочет на нее нажать. Но сейчас вы увидите, кто возьмется за эту часть. Мы видим огромный спутник с сильной пушкой. Уже Камераман готов нажать на кнопку. Но сюда приходит Кирлуман и нажимает ее. Мы видим, как эта пушка исцеляет прямо в Титана. И Камераман улетает. И этот снаряд попадает в Три Титана. И происходит нехилый такой взрыв. Титан улетел. Но мы видим живого Три Титана. На своей огромной скорости летит уничтожать этот спутник. И сейчас вы увидите, как он его уничтожит. Он на огромной скорости омает этот спутник. И спутник отзлетается на части. Три Титан достает телек. И мы можем заметить его ядро. Которое он хранилил на протяжении всего сериала. Видим какие-то помехи. И это оказываются кое-какие интересные персонажи. Видим, как Кирлуман грустит. То, что Три Титан выжил. Но здесь они видят на планшете надпись. Понял, здесь что-то связано с новой расой. Но новая раса будет в следующем ролике. И Кирлуман принимает решение вызвать ее. И в конце мы увидим, как сюда прилетает огромный корабль. Из которого и будет эта новая раса. Но о ней в следующем ролике. И кстати, это был конец серии. Такой вот получился разбор. Но не забывайте. Это только вторая часть. Третья часть будет длиннее этой. Потому что дальше идут очень длинные серии. Но это не исключает факт того, что они будут очень интересные. И те серии будут эпичнее, чем все вместе взятые. Вот такой получился разбор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Блокс Миккермен. И всем пока.